Пустых мест в зале не было. Звездный состав участников фестиваля в честь 45-летия «Жемчужины». Так что юбилей получился с размахом. В любви к «Жемчужине» признавали все артисты, выходя на сцену. Мы вспоминали свою историю, связанную с гостиницей и нам в интервью. Только что позвонил леди Шукшиной и рассказывает, что мы опять в том же месте, где когда-то случились наши счастливые сочетания, и как мы жили вместе, как мы отдыхали. Просто возвращается, как ни странно, юность здесь моя. Еще не было красоты такой, не было набережной. Ну естественно, все вот старый Сочи, 70-й год. И «Жемчужина» на горе выделялась просто своей красотой, своим светом, стеклом. И мы, сколько себя помню, веселые ребята, вместе с Пугачевой, когда она у нас работала в ансамбле, поселялись всегда в «Жемчужине». Редкий гость, приезжая в Сочи, не останавливался в этой гостинице, которая была построена еще в 73-м году. И в советские времена считалась вторым после московской гостиницы России. В 2018-м гранд-отель «Жемчужина» встретил трехмиллионного посетителя. Есть и такие отдыхающие, которые сохранили карточку гостя 77-го года. Люди хранят ее как драгоценную реликвию. Ну а благодаря фестивалю «Жемчужина» приобрела еще больше друзей. И действительно, все, что проходит в «Жемчужине» впервые, становится доброй традицией. И этот фестиваль мы будем делать ежегодным. Каждый год бархатный сезон будет начинаться с «Жемчужины». Спасибо вам огромное. «Жемчужина» сказала спасибо гостям фестиваля за три счастливых дня, которым готовилось целый год, а пролетели они молниеносно. Бархатный сезон «Жемчужине» завершился, но он не завершился в курортном Сочи. Даже в вечернее время по-настоящему летняя погода. А значит, гостей в гранд-отеле «Жемчужины» будет, как всегда, очень много. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.